Валерий Николаевич Шацкий У этого обаятельного Бармалея награды регалий не с честь и все с приставкой заслуженные. Дети не знают ни одной из них, но вот что удивительно, все как один начинают слушаться, или по крайней мере слушать. Успокаивается, начинает, что же это за дядька такой. В 79 году Валерий Шацкий, покой чемоданы в Архангельске, не мог и подумать, что сбудется его заветное желание. Он, как и всеми любимый герой Буратино, мечтал иметь свой большой красивый театр. Мы за эти 30 лет последний раз обновили театр, и театр приобрел внутренний новый интерьер из новых современных материалов, и театр как бы приобрел вторую такую свою зданическую жизнь. Сегодня благодаря Валерию Шацкому персонажи этого музея лучше любой карты мира расскажут о постановках и путешествиях. У театра есть язык свой, театральный язык, эмоции, чувства, пластики, поэтому хороший театр и понимают хорошо, но мы играли и на разных языках. Сегодня мы заглянем в тот театр, который обычный зритель не видит. Идемте. На сцене полным ходом идет репетиция представления. Артисты не привыкли к посторонним за кулисами, не будем мешать. Как в настоящих сказках, куклы устают и болеют. И докторам нужен необычный. Это у нас такой цех бутафорский. Вот сейчас куколка, видите, подновляется, ремонтируется. Здесь же рождаются совершенно новые куклы, не только для детей. Дракон Шварца, мастера Маргарита, маленькие трагедии Пушкина, преступления и наказания. Это всегда найдет своего зрителя и будет отличной базой в копилку артистов. Приветствую, как ваши творческие дела? А вот нормально, ходим с телевидением. Это замечательный строитель, который работает у нас в театре, делает все красиво. Кажется, уже нечем удивлять, а нашим артистам все равно во всех городах и странах аплодируют стоя. Взять хотя бы того же маленького принца Экзюпери. Мы применили первыми в Театре кукол России лазерную технику. И так называемое с художником Анатолием Лосевым сделали такое отображение в прозрачной среде, фантастическое по тем временам. Я помню, что когда мы играли его в Польше, потом народ пришел и трогал, и все смотрело, как это все получается. Там фотографировали кукольники разных стран и могли понять, как это вы делаете. Есть мысли создать некоего домового, который будет разговаривать со зрителями на театральной темы. На эту идею натолкнули работы художника, конструктора и артиста Владимира Захарова. У него уже есть свой необычный театр. Очень много таких вот персонажей, которые что-то делают. Там бабушка в туалете, которая говорит, вот в театр пришли, а сами по туалетам бегают. Он придумал удивительную систему кукол, которые надеваются на запястье, и она работает вот такая, она может все, такая куколка. Но это немножко даже жутковато, потому что она очень смотрится живым существом в руках артиста. Почти все здесь подарки. Его похлещие Якубовича наряжают традиционные костюмы и тюбетейки. Набралась целая коллекция. Кровь у меня какая-то калмыцкая есть. И где бы я ни был, в Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане, даже в Японии, и то меня за своего принимают. А это шутит Валерий Шацкий для артистов. Применять, правда, не приходилось, но скорее потому, что они про нее помнят. У нас же, как на театре принято говорить, артисты – это дети. Но это сукины дети. На что мои артисты отвечают – спасибо, папа. Поэтому я всегда стараюсь не забывать, кто я тоже. Я ведь тоже, так сказать, бывший артист и стараюсь этого никогда не забывать. А ведь мог бы им и не стать. Родители мечтали надеть на сына кадетскую форму, а он сам хотел в космос, как Гагарин. Валерий Шацкий родился в польском городке. Родители познакомились на фронте. Мама работала в госпитале, а папу туда привезли с тяжелым ранением. У него было, так сказать, ранение в голову, там трепанацию черепа делали. Она очень тяжелая. Он, в отличие от других, не стонал, не ныл, а все время что-то юморил, шутил. Нет, Валеру не заставляли декламировать стихи на табуретке. Центром внимания скорее была мама – донская казачка, чей голос поднимал на танцы кого угодно. Жили простенько в продуваемых домишках, иногда чуть ли не в полевых условиях. Но представьте, счастливо. Сухофрукты были самыми лучшими сладостями. Первый раз Валерий Шацкий отличился в пять лет. Он гостил у бабушки и очень огорчился, когда приятели постарше пошли в школу. Ну, я сказал бабушке, что же это такое, я хочу в первый класс. Ну, и меня отправили. Я ни шнурков не мог завязывать, ничего сообразить толком не мог, но очень хотелось быть с ребятами. После окончания школы папа-связист почти в приказном порядке постановил – суворовское или нахимовское. Отсутствие выбора он не мог простить даже родителям. Ну, мне пришлось сбежать из дома. И я вот этот период отправки, месяца полтора, как сказать, жил то в пещерке, то в каком-нибудь там со стройным ребятами штабике, то у кого-то погостил. Конечно, ему в очередной раз влетело, зато добился своего. Уже в школе он занимался в драматических кружках. В анкете по профориентации так и написал – хочу быть артистом. Драматический театр тогда оказался на гастролях, и его позвали на прослушивание в кукольный. Я читал на всякие голоса, там, раскрашивая, как только мог, старался. Но он мне сказал, что ну хорошо, народных и заслуженных сразу не обещаю, но артистом ты можешь быть, но вот начинать надо рабочим сцентом, монтировщиком декорацией. Пойдешь, согласен? Я говорю, да, согласен. Уже утром он уехал на гастроли в Устюш. Помогал, где хвостик подержать, где лапкой потрясти и, наконец, добился первой роли. Его голос очень подходил к эльтфебелю из спектакля «Неразменный рубль». Я показывал ему вот этот огромный стык в кулак и говорил «Замолчай!». А потом орал, так открывалось вот такое вот хлебало. Молчать по морде, да! Вот такая вот огромная. Это была моя первая удачная роль. За роль в спектакле «Неизвестный с хвостом» Шацкий получает командировку в Москву и впервые попадает в Большой театр. На сцене знаменитая Уланова. И я так заорал в конце. Сидел где-то там на галерке, высоко-высоко. Но вот это эмоциональное потрясение было настолько мощное, что я как бы заорал, и полбольшого театра обернулась в мою сторону, и она даже послала мне воздушный поцелуй. Я там готов был прятаться, вжался в кресло, чтобы был очень стеснительным молодым человеком. Его истории и байки в лицах можно слушать бесконечно. Каких только персонажей ситуации не было. Вот представьте, уже не молоденькую актрису со вставной челюстью, которая играет отшельника, выглядывая из дупла на дереве. И вот она, стоя на этой стремянке, работает с куклой, что-то говорит, и у нее челюсть выпадает и становится поперек. И она не может ни сказать ни слова, мы вокруг нее бьемся, а она там... никто ничего не может понять. Потом поняли, а как туда залезть, что с ней делать? И занавес не закрывать, там, и еще что-то. И вот у нас был Сан Саныч такой артист, маленький, худенький-худенький, и он как-то пролез у нее между ног по этой качающейся стремянке, которую мы сдержали со всех сторон, и он как-то сумел двумя пальцами повернуть эту челюсть у нее во рту. Формальная строгость в театре бессмысленна, уверен Валерий Шацкий. А вот без дисциплины искусство невозможно. Это как на корабле. Можно шутить до поры до времени, смеяться, но есть моменты, когда все. Не надо. Вот мы заняты серьезным делом, и надо делать так, так и так. Сегодня у него две заветные мечты. Одна, чтобы каждый ребенок испытал это таинство кукольного мира. А вторая, чтобы было кому передать свое непростое, но очень нужное дело. Дети по его стопам не пошли. Я надеюсь, что внуки, может быть, они как бы и займутся этим. Субтитры подогнал «Симон»